Девушки отдыхают Понемногу я приучила себя к ужасной мысли о том, что потеряла ребенка. Вспоминать об этом было все еще больно, но я перестала видеть своего неродившегося сына во сне и просыпаться в слезах. Мои родители развелись, но я продолжала любить их обоих. Частенько я замечала, что маме не хватает отца. Казалось, она ждет, что вот-вот откроется дверь и войдет папа. Но он все не шел. Папа после развода поселился в московской квартире и зарабатывал репетиторством. Думаю, его очень мучило то, что он не может больше заниматься своей любимой наукой. С Альбиной у него тоже не сложилось, и я очень за него переживала. Мне так хотелось, чтобы они с мамой снова были вместе, чтобы, как в старые времена, все мы были счастливы. Егор сидел в тюрьме, и до меня доходили слухи, что его перевели в мордокскую зону. Я не писала ему писем, трудно сказать почему. Мне казалось, что прошлое должно оставаться в прошлом. Я изо всех сил старалась забыть Егора, но все равно вспоминала. Часто-часто. Женен отец внезапно разбогател и отправил сына в Америку, в престижный университет. Поначалу Женя каждую неделю прислал мне длинные письма, дизайнерские открытки и трогательные маленькие подарки. Но потом посылки от него стали приходить все реже, и, наконец, иссякли совсем. Я не очень из-за этого переживала. Ах, снова лето. Солнце купает сады в нежных лучах, мы с мамой снова живем на даче. У меня защита диплома. Но мысли совсем не об учебе, а о том, что мои родители, кажется, вот-вот помирятся. Извини. Наверное, я не должен вот так вот приходить, но надо поговорить. Что случилось? Понимаешь, кажется, я понял, кто меня подставил с этими документами. Пожалуйста, потише. Тата занимается. У нее завтра защита. Ну и где же мы тогда поговорим с тобой? Давай здесь, только негромко. Ну, давай. Евгений Викторович, сынуля, заматерел на американских харчах. Америка — это реально круто. Москва — такая серость по сравнению с Нью-Йорком. Ладно ты, серость, серость, а. Давай, присядь вот сюда. Серость. А залежи где все минеральные? А? У нас же все. Ну да. Не в Америке, в России. Вон котировки опять схакнули. Здорово. Слушай, кабинет классно. А главное — стиль. А мой где будет? Будет, будет. Подберем. Уже подобрали. А, кстати, я тебе визитки сделал. А ну-ка. Давай, давай, давай. А, посмотри. Давай, давай, давай. Евгений Викторович. Менеджер по развитию? Да. Папа, это что за должность? Ну, что должность, как должность. Россия — это не Америка. Ну, послушай, ну вот, ну ты можешь, допустим, я не знаю, сучить взятку генералу МВД, а? Или баньку правильную организовать инспектору позднадзора. Да еще инспектора СЭС туда присовокупить, а? Побыкнешься. У нас в России бизнес по-русски. Пап, ну, менеджер — это обалдеть просто. Послушай, это в Америке менеджер никто, а у нас в России — ого. Это круто, поверь мне, они таких слов еще не слышали. Ладно, хотел до дня рождения подождать. Лови. Лови. Папка! Спасибо тебе! Ань, я так не могу. Это люди, это лаборатория, это проект в конце концов. Продавать никеле платину. Я вот сейчас пойду, все ему выскажу, а потом в милицию. Успокойся, ладно? Лет на пять сядет, как миленькие. Вот посмотришь. Даже не думай. Черт с ним. Пусть подавится. Ну, главное, живем и все. Папа! Привет! Привет! Как я по тебе соскучился. Папа обещал меня отвезти на день рождения к Шурочке. Да ладно, не оправдывайся. Че ты? Нет, ну ты же помнишь, что у Шурочки день рождения завтра. Конечно помню, все хорошо. Я считаю, что если вы в разводе, это не значит, что вы не можете общаться. Общайтесь, давайте. Девчонки, я пойду. Петь, подумай хорошо. Я подумал. Папа, пока! Свернем! На выход! Че делаешь, а? Сейчас башку свернул. Да ну не шуми, командир, не шуми. Сейчас уезжай. В Шурцовый поговорим. Здрасьте, Игорь Ильич. Здорова, Игорь. Ну как свобода встретила? Да не знаю. Не понял еще. Время будет, поймешь. Вещички там прихвати. Это Палыч, зам мой по общим вопросам. Классная тачка. Да, в городе таких всего четыре. Ну глядишь, что у тебя когда-нибудь такая будет. А кстати, насчет денег, вы не думайте, я не забыл про долг. Как устройство на работу отдам. Ну так я насчет работы и приехал. Ну, Игорь Ильич, ну вы ж знаете, я криминал не стремлюсь. Принципиальный, что ли? Ладно, давайте. Поехали, пошрем где-нибудь. Сейчас найдем что-нибудь. Вот, ты понимаешь? Понимаю. Петь, какими судьбами? Ты сам знаешь. Зачем ты тогда украл документы? А, Людочка, сделайте, пожалуйста, нам кофе. Хорошо. Какие документы, о чем ты? Не понимаешь? Хорошо, объясню. Я тебе мешал продавать никель, платину и другие материалы, которые проходили через лабораторию. Это твои люди подстроили кражу документов, чтобы подставить меня и уволить. Какие люди? Какие документы? О чем-то? Какие доказательства? Я в лепешку расшибусь, чтобы доказать это. Папа ничего не сможет доказать. Такие дела в суде сразу разваливаются. А это вы в КГБ объяснять будете. И очень подробно. Аккуратно. Кофе? Идем. Нужно поговорить. А… Не сейчас. Интересно. Ничего интересного нет. Петька, он из принципиальных. Здесь вопрос деньгами не решить. Папа, дай мне возможность разрулить всю эту ситуацию. Да, Зелин, то еще такие ситуации разруливать. Дай мне пару дней, и я все решу. Ты ведь хочешь, чтобы я был крутым бизнесменом? Нет же, нет. Папа, пожалуйста. Папа, я тебя прошу. Ну? Позвонишь к этому человеку, он тебе поможет. Я не подведу. Ну вот, дом себе ставлю. Решил вот деньги в недвижимость вложить. Хороший дом. И участок приличный. Ну что, пойдешь ко мне подрядчиком? Будешь за строительством следить. Я тебе рабочих дам. Сделаешь все как следует. Считай в расчете. Ну и жить здесь пока сможешь. А дерево куда? Обшивать будете? Ну да. Решил вот, беседку поставить. А вон наш главный специалист. Юрий Дмитриевич, беседку надо бы на пару метров ближе к прудику поставить. А то там уклон. Здрасте. Это Инна. Все, что по дизайну, по бюджету, это к ней. Инна. Очень приятно, Егор. И мне. Кстати, Юрий Дмитриевич, привезли сегодня лиственницу. Но они приехали на час раньше. Я решила выгрузить. Чего людей-то держать? Ну правильно, Инна. А это не лиственница. Как это? Ты смотри, сходу определил. В лесном институте обучался. У лиственницы узор другой. А это сосна. Она гораздо дешевле. Нет, ну у меня в накладной лиственнице стояла. Вот накладная. Ну, наверное, Инночка кто-то что-то попутал. Ну ничего, сейчас поедем и во всем разберемся. А помощь нужна? Да нет, спасибо. На рынке брали. Да-да-да. Давайте я вас отвезу. Поезжай. Он же не в теме. Сейчас ему бошку оторвут там и все. Ничего. Пусть паренек попробует. Так это вы мне звонили? Да. Возникли некоторые сложности в деле с Порфилем. В том числе и для вас. Почему Виктор не обратился ко мне напрямую? Он предпочел доверить это дело мне. Я надеюсь, мы оправдаем его доверие? Я тут ни при чем. Я всего лишь исполнитель. Я и ментам это скажу. Лучше встречаться с президентами, чем с ментами. Нужно, чтобы Петр Шаповалов ни в коем случае не добрался до милиции. Задача ясна? Была еще одна свидетельница. Альбина, кажется. Я разберусь. Ваша задача, Петр. Петр. Хорошо. Счастливо. Пока. А вот он. Здравствуйте. Добрый день. Вот ваша накладная на лиственнице. Да, она. Что отгружено, то и получено. Все правильно. А что за вопрос? Отгрузили со сну. Так, а кто товар принимал? Вы? Куда вы смотрели? Короче, чего делать будем? Что делать? Хозяйка товар твоя приняла. Так что извини. Ты чего не понял? Товар надо поменять. Я тебе сейчас голову поменяю. Серёня? Иди сюда. Чё, какие проблемы? Да вот клиент. Отгрузили товар. Жалуются не то. Просит поменять. Проблема. Слышь, мужик, гулял бы ты отсюда, а? Не мешай людям работать. А то что? Что? Да я тебе сейчас объясню, что. Пацаны! Сюда! Егор, там ещё двое. Ну-ка, отойди-ка, отвели кого дальше. А ну-ка! Спокойно, пацаны. Спокойно. Ну что же это вы? Я тут к вам своего человека посылаю разобраться. А вы? Игорь Дмитриевич, так мы же не знали, что это вам. И он ничего не сказал. Но мы сейчас мигом всё организуем. Ну вот. А ты говорил, что бошку отобьёт. Музыка Музыка Тата, таточка, доброе утро. Доброе утро. Давай, не проспи. Угу. Я в город. Хорошо. Меня отец отвезёт. Папа приехал. Да. Да. Так, сейчас. Доброе утро. Ну как? Чего? Защита сегодня? Да, сегодня. Не боишься? Пап, чего бояться-то? Нас краснодипломников никогда не заваливают, как священных коров. Даже неинтересно. Ух ты. Коровушка ты моя священная. Ну всё. Я готова. Так. В холодильнике суп-котлеты. Угу. Ну. Ни пуха ни пера. К чёрту. Всё. Всё. Ну. Ну, удачи тебе, дочка. Спасибо. Пока. Всё. Пока-пока-пока. Побежала. Опаздываю. Опаздываю. Дороги вам удачные. Счастливо. Ой. Много ещё. Ой. Да успеешь на свою защиту. Зато сокурсники офигеют. И преподы тоже. И всё о мужиках. Я, по крайней мере, хоть как-то пытаюсь устроить свою личную жизнь. А ты на свои крест поставила. Кстати, как там Женя не проявлялся? Он же вроде в Америку свалил. Я не в курсе, Света. Ты что, на него до сих пор дуешься, что он тебе тогда под юбку залез? Да-то, блин. Ну это же естественно. Все мужики говорят, что они друзья, а на самом деле думают только об этом самом. Дело не в этом. А в чём? В твоём уголовнике, что ли? Ты что, его до сих пор забыть не можешь? Свет, ты закончила? Да. Ну? Спасибо. Привет. Танька, тебя в дикамат вызывали. Сказали что-то срочное. Ага. Хорошо. Здрасте. Я Танюша Повалова. Вы меня вызывали? Здрасте. Вызывала. Присаживайтесь. Спасибо. В общем, нам позвонили из милиции. Ой, что случилось? Ваши родители попали в аварию. Вас просили приехать в морг. Сказали, что это где-то недалеко от вашего дачного посёлка. И вот адрес. Вот. Ума. Я не знаю. Езжайте. Вы не волнуйтесь, я договорюсь, вам перенесут день защиты. Ума. Ага! Угу. Ума. У-у-у-у-у-у. У-у-у! У-у-у-у-у! У-у-у! У-у-у-у! Привет. Привет. Слушай, я тебе очень сочувствую. Спасибо. Спасибо, Свет. Все нормально. Садись. А, да. Вот. Надо же похороны и вообще. Я знаю. Я все знаю. Я уже созванивалась с агентом. Мы договорились с ним по поводу автобусов, по поводу гробов. По поводу поминок еще остался. Вопрос. Нужно ресторан найти поприличнее. Вот. Что? Это деньги. Ты поможешь мне найти ресторан? Да. Слушай, может, не надо ресторан? Дорого же. Мы дома соберемся, все организуем. Нет! Моя мамочка, она любила, чтоб все было красиво. Ты поможешь мне или нет? Ну да, конечно. Ты не волнуйся. Хорошо. Хорошо. Ты сегодня вечером к нам подтягивайся. Мы кое-что интересное достали. Нет, сегодня не могу. Серьезно не могу. Да и не хочу. О, Светка! Свет! Свет, привет! О, привет! 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 А ты что здесь делаешь? Да я с народом-то судьи. А, ну понятно. Слушай, я узнал насчет родителей Таты. А, да. Может быть, помощь какая нужна, а? Нужна? Я вообще не знаю, что делать. Татка хочет для поминок ресторан заказать, а денег точно не хватит. Слушай, да у меня же есть метродотель знакомый. Да? Могу помочь, ну. У тебя? Ну, тогда мы же сейчас вместе в город торванем, а? Да, конечно, давай. Ну, пойдем. Клево выглядишь. Да ладно? Обычно. Ты серьезно? Ну, вот здесь ты и будешь располагаться. Это какая-то коморка папы Карла. Секретарства-то хоть будет? Ну, у тебя запросы. Слушай, нормальные общемировые запросы. Клиентам важно, в каком кабинете проводятся переговоры. Тем более, это имидж фирмы. Да, Белькевич. Что? Это точно? Что? Что повало, с женой сегодня разбились на смерть. Очень жаль. Так, что ли здесь поставить-то, а? Скажи мне, что это не ты. Что? Да ты что, пап? Это просто стечение обстоятельств. Да ты что, пап? Женя. Да. Так, если с горячим, вот. Вот. Спасибо. Нам надо посоветоваться. Посоветуйтесь. Слушай, это очень дорого. У меня столько нет. Так может, ну и хотя бы поминки в ресторане. Да, конечно. Время для таких разговоров. Ну, я очень рад тебя видеть. Ну, ты даешь. Свет, ну, подожди, чего ты? Ну, что, Данила Мастер, не выходит каменный цветок? Егор! Здрасьте. Здрасьте. Здорово. Ну, как ты вообще? Да нормально. Ну, это чё ты? Позвонил бы, я б тебя встретил бы. Да ладно. Встретили уже. Ну, а заниматься чем собираешься? Да, вроде работу нашел. Подрядчик. Дома отделывать буду. Ага. Ты, это, расскажи, где я маму похоронен. Дня через два все. Выруем, обустроим. Ну, похороны завтра. Ну, а я что могу сделать? Вот. Добавить бы надо. Слышь, дядя, я тебе сейчас так добавлю, не унесешь. Ты чё, не понял? К завтрашнему дню все должно быть готово. А то чё? А то приедут ребята ящера, и ты сам себе могилу рыть будешь. Понял? Или пацанам позвонить. Ну, ладно. Рассрочно. Иваныч! А? Давай на третий участок. Будь, она неладна. На, возьми. Нечего на них деньги тратить. Самой пригодится. А ты как вообще здесь оказался-то? Я вон к своим пришел. Ну и услышал. Ты как вообще? Да так. А ты? Как видишь, жив-здоров. Мне жаль-то их родителей. Если я чем-то могу помочь, то обращайся. Спасибо большое, Егор. Спасибо. Ща попытаюсь денег долгануть у Анжелы Павловны, у заведующей нашей. Здесь. А если она не даст? О, а это кто? Женя! Слава Богу, а я уже и не знал, куда бежать. И бига себе! Кто-то по городскому не отвечает. Слава Богу, вспомнил, где ты работаешь. Слушай, это что, твоя машина? Ну да. Если уж ездить, так, на марш... Классная. Кстати, мои визитные карточки. В Америке такие у каждой уборщицы есть. Менеджер по развитию. Ну, это вроде как начальник отдела. Класс. У папы работаешь? Пока да, но планирую собственный бизнес. Ладно, это все не важно. Скажите, что там насчет похоронок? Все организовали? Вообще-то денег не хватает на ресторан. Тата дала, но не хватит. Ну, проблем. Поехали ко мне в офис, там разберемся. Но... Ой, слушай, Ник, так я сейчас быстро разгоняю, а потом и аванс отвезу. Жень, ты ж меня подвезешь, да? Ну, проблем. Света. Я тебе позвоню, ладно? Ой, какая классная. Слушай, я в такой даже не сидела ни разу. Урод. Урод. Что случилось? Ты чего дом-то громишь? Хотел помочь. Хотел помочь, но нашелся вот, вот, лучший помощник. Кто это? Кому помочь-то? Да, Тати! Ее родители разбились! Петя, как? А вот так, мама! Вот так! На машине рядом с дачей! Позвонила Марья Семеновна, сказала, ну ты ж спала! Нет! Нет! Как всегда! Нет! 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 Вот здесь будет ванная. Ну, не знаю, хотела с вами посоветоваться. Может, в кинотыпе идем? Да, можно. Я сама хотела предложить, но как-то неудобно. А ты давно на Юре работаешь? Около года. Юрий Дмитриевич меня у института встретил, узнал, что на экономическом работу предложил. Потом смешно, потому что у меня отчество Юрьевна. А отец? Я его не знала, мама сказала, что он после развода в другой город переехал, там умер. Ясно. А я тоже без батя Росова. Он по пьёне погиб. Мне тогда пять лет было. Вот эти два кирпича, которые я принёс, поставь их туда. Так. Добрый день. Здравствуйте. А вы — Света. Света. Подруга Таты, я вас узнал. Очень приятно. И мне. Все это так ужасно. Да. Света, вы должны поддержать Тату. Да, конечно. Ой, вообще спасибо вам огромное. Мы вам всё-всё отдадим. Угу. Ну что вы. В таких делах долгов не считают. Угу. Пусть всё будет, как хочет Тата. Да. Крепитесь. Спасибо. Держи. Угу. Пойдёшь ко мне работать? В смысле? В прямом. Но сколько можно подстригать лысины мужикам? А тут начнёшь секретарше, а дальше всё в твоих руках. Чё, серьёзно? Абсолютно. Чё, я секретарь? Ну, да. Жень, класс. Я секретарь. Угу. Ой, супер вообще, секретарь. Ой, давай. Осторожненько. Тихо, тихо. Ой. Соболезно. Спасибо. Я могу присутствовать на поминках? Конечно. Угу. Тата, может, пойдём потихоньку, а? Пойдём же. Ну так. За нас дышись. Молодец. Тата, извини, что испугал, просто хотел убедиться, что с тобой всё в порядке. Со мной всё в порядке. И всё-таки я с тобой посижу. Угу. 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 Ой. Я скучала по тебе. Хотя теперь это совсем не важно. Почему? Потому что пути наши разошлись. Я ведь даже не писала тебе ни разу. Но ты же думала обо мне. Каждый день. Я думала о тебе каждый день. Снимай пиджак. Зачем? Я так хочу. Угу. Угу. Приехали. Жалко. Из такой машины даже вылезать не хочется. А женщины в Америке красивые? Ну, ты бы стала мисс штата. Легко. Только штата? Ну, и все Америки. Такие, как ты там в цене. А ты бы… Ты бы выбрал меня, если бы был в жюри? Угу. Конечно. Только тебе бы пришлось доказать, что ты лучше. Хм. Да? Угу. Классика жанра, когда в доме не наточены ножи. Доброе утро. Давай я. Пожалуйста, пожалуйста. Ух ты, ну-ка покажи. Дорогой, наверное. Не дороже денег. К тому же у меня сейчас крупный заказ на стройке подрядчиком. Ты так быстро нашел работу. Ну, скажем так, знакомые помогли. Тюремные? Тат, ну почему тебя это так волнует? Потому что кроме тебя у меня больше никого нет. И, конечно, я очень за тебя волнуюсь. Не волнуйся. Я от тебя никуда не уйду. Честно-честно. Честно-честно. Угу. Дай я понял. Евгений Викторович? Да, все сделаем. Ага. Давай при встрече это обсудим. Давай, пока. Ваш кофе. Ну, какие планы на сегодня? Планы? Ну да. Если у тебя нет каких-то важных-важных совещаний, то мы могли бы поехать ко мне и посмотреть кино, например. Света, давай расставим сразу все точки. Да. Если ты настроила каких-то иллюзий на мой счет, то запомни, это был просто секс. Ты не та женщина, с которой я хотел бы просыпаться всю жизнь. Вот. Тата, например, это мой тип. Ты нет. Тата. Да, Тата. Ах ты скотина! Послушай, это для тебя тоже может быть очень выгодно. Пусти. Больно пусти. Да что ты несешь вообще? Да что ты. Ты работаешь в моем офисе, я тебе плачу хорошие деньги плюс бонус. А ты, как лучшая подруга Таты, все рассказываешь мне. Ты больной, да? Да пошел ты. Подумай. И офис мне твой нафиг сдался. Послушай, это очень хорошее деловое предложение. Пошел ты! Ой, дура. Чего калитку не запираем? Повыносят же все. Привет. Привет. А ты чего здесь-то? Да вот проезжал неподалеку по делам, решил заскочить и узнать, как ты, что ты. Все нормально. Все хорошо. Отцу своему спасибо передай за деньги. Большое. Тата, ты, если что, не стесняйся, говори, я всегда помогу. Ты же знаешь. А, у тебя ремонт? Женя, давай мы с тобой договоримся, да? У нас с Егором все очень хорошо. И не надо больше сюда приходить. Даже если ты проезжал неподалеку. Окей. Намек понял. Ты, конечно, не поверишь, но я очень рад за тебя. Ты чего такой возбужденный? Скажи, у тебя же есть знакомые в прокуратуре? Допустим. В общем, мне надо узнать, ну, пробить одного человека. Ну, как сказать, выяснить, замазан он в чем-то или нет. А что за человек? Егор Смирнов. Бойфренд Аниса Повалова. Зачем тебе нужно? Пап, ты поможешь или нет? Как знать, как знать. Ну что, хозяйка, принимай работу. Ты просто мастер золотые руки. Даже лучше тех, что были. Ну. Спасибо тебе. Давай-ка ты иди, пока переоденься. А я в магазинчик сбегаю. Подожди. Может, ну и в этот магазин. Поужинаем в ресторане. В ресторане? Ну, а что, закажем самый шикарный столик. Ну, свечки там, вино. Могу я, в конце концов, свой первый аванс отпраздновать с любимой девушкой. В хорошем заведении. Можешь. А здесь довольно мило даже. Тут никогда не была. За что первый тост? За тебя. За то, что ты есть у меня. За нас. М-м-м-м. Вкусно. Старший ветеран Тимофеев. Ваши документы. А что случилось? Плановая проверка. Документики ваши. Пожалуйста. Вот. О-о-о. Оружие, наркотические вещества имеются? Нет. Что в карманах пиджака? Ничего. Выверните. Послушайте, и… Что там? А что там? Так. Ваш пистолетик? Нет. А пиджак ваш? Пиджак мой. Егор, это же не твой пистолет. Пройдемте. Так, это подстава. Так, пройдемте. Я тоже пойду с вами. Пройдемте, пройдемте. Вы кто? Родственница? Я? Жена. Пройдемте. Угу. Почему? Гражданин Смирнов может быть и хороший человек, как вы говорите. Но по роду деятельности он бандит. Да я же вам говорю… Состоит в группировке вора законе Юрия Минакова. Да я же вам говорю, он ему помогает строить дом. Обычный загородный дом. Незаконное ношение оружия уже грозит сроком. А если пистолет фигурировал в каких-либо делах… Послушайте, то есть вы хотите сказать, что Егора вот так вот могут взять и просто посадить в тюрьму за то, чего он не делал, да? В принципе, ваш вопрос решаем. Хорошо. Как? А что это? Это цена свободы. Я не понимаю, почему ты должна платить. Егор один раз по глупости туда попал. Я не хочу, чтобы вы еще раз туда посадили. Раньше надо было думать. Ну ладно, чего ты? Мать Тереза. Ты подумала, где деньги брать будешь? Я его помню. Его Анна Валерьевна очень любила. Красивая. У нас его передавали по материнской линии. Летчикам на свадьбу. О, круто. А у нас вот никогда не было фамильных драгоценностей. У мамы только колечко одно и сережки маленькие. А если его в ломбард отнести, сколько дадут? Ты с ума сошла? Такую красоту в ломбард. У меня нет другого выхода. Только в обычный ломбард не понесем. Это опасно. Надо по знакомым. Угу. Я постараюсь найти. Угу. Спасибо. Света, а ты можешь побыстрее найти? Угу. Ну конечно. Ты что, не видишь? Я же уже бегу. Слушай, только мне один звоночек надо сделать. Можно от тебя? Да, можно. Угу. Мамочка, прости меня, пожалуйста. Но мне очень-очень надо. Угу. Алло. Жень, это я. Света. Громче не могу. Послушай, тут такое дело… Красавица, руками трогать не надо. Ой, ой. Значит, вы хотите двенадцать тысяч? Да. Вообще-то оно стоит гораздо дороже. Да. Девушка, я прекрасно вижу, сколько оно стоит. Прекрасно. Но ведь деньги вам нужны срочно. Да, очень. Десять тысяч. Если вы через неделю его не заберете, я его продам. Да нет, я… Я найду деньги за неделю. Я обещаю. Прошу. Спасибо вам. Минуточку. Тат, прости, мне сейчас на работу бежать надо. Ты сама деньги отвезешь? Или, может, лучше завтра вместе? Да не волнуйся, я сама отвезу. Света… Чего? Ну, спасибо тебе большое. Да ладно, успокойся. Кстати, Жене привет передать? Не надо. Зря ты к нему так. Он, между прочим, такой деловой. Ой, а я это особым достоинством не считаю, Свет. Ой… Егор! Есть час? Давай. Привет. Вот из-за миллиона сел. А тебя выпустили. А следователь сказал. Да, не обращай внимания. Это недоразумение было. Это хорошо. А это кто? А это мой шеф. Я на него работаю. Так это ж Юрий Минаков, бандит. Я по телевизору его в новостях видела. Так, все нормально. Ты иди домой, а я вечером приду и поговорим. Егор, это он? Егор! Увидимся. Ладно. 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 Я его продал. Как? Я понимаю, нарушил договоренности. Ага. Но я готов заплатить компенсацию. Вы что? Какая компенсация? Это маленькое колье. Милая бабушка, я вас очень прошу, давайте как-то по-хорошему. Где мое колье? Я пойду в милицию. Так, вы не хотите по-хорошему? Значит, будет по-плохому. Нина! Нет! Все. Я пойду в милицию. Вы ничего не докажете. А у меня свидетелица есть, она моя подруга, она была здесь. Так, а я скажу, что вы уже забрали свое колье. И просто хотите денег заработать, меня обвиняют. А вы? А это, знаете, попахивает статьей за мошенничество. Вы все равно ничего не докажете. Вы хотите неприятностей? Они у вас будут. Иди отсюда! И чтоб больше тебя я здесь не видел. Кто-то очень большой зуб на тебя имеет. В смысле? В смысле… Что-то просто так стволы не подкидывают. Значит, ты кому-то очень сильно мешаешь. Может, девку не то оприходовал. А муж обиделся. Да нет у меня никаких врагов. Даже не знаю. Может, они просто бабок нам не поднять хотели? Ладно, разберемся. Возьми двух парней, поезжай в Южный порт. Зачем? Там у меня пятьдесят контейнеров. Ансур забаковала. Не отдает их. Денег сучонок хочет много. Если не договоришься, вали его. Дешевле будет. Дай ему ствол. Не надо. Юрий Дмитриевич, вы же знаете, у меня стволы в последнее время не ладятся. Я думаю, так договорюсь. В общем, разберись. Добрый день. Могу я вам чему-нибудь помочь? Здравствуйте. Да, я хотела бы поговорить с Белькевичем. Вы знаете, Виктор Анатольевич занят. Ему что-нибудь передать? У меня к нему важное дело. Секундочку. Я должна с ним связаться. Виктор Анатольевич, к вам посетительница. Белькевич у себя. Вы знаете, придется подождать. Это же, это же вы были в милицейской форме. Это вы приходили в милицейской форме. Я вас очень хорошо запомнила. Отпустите руки. Вы что думаете? Вы сбрели усы. Вас никто не узнает, да? Я вас не знаю. Вы слышите меня. Это вы убрали. Убедить секретные документы. Вы понимаете, что вы сделали с человеком? Что ж мне драться с вами? Она пьяна. Не надо со мной драться. Я на вас, я вас запомнила. И я на вас напишу заявление. Я так не оставлю. Повещено. Успокойтесь. Я спокойно. Я это так не оставлю. Это вы, не я. Я не буду ни с кем ничего обсуждать. Я вас запомнила. Я напишу. Я позвоню. Пожалуйста. Я попоню куда следует. Не трогайте меня. Пойдемте. Я вас очень прошу. Я разгоню всю эту вашу Шарашкину контору. Вас и Белькевича. Идите. Вас все посадят. Идите. Папа, что происходит? А вот это действительно проблема. Твой сок. Откуда оно у тебя? Не ожидала. А знаешь, почему женщины не играют в шахматы? Неа. Потому что они не видят дальше одного хода. Но ты все равно молодец. А я знаю. Отлично справилась. Кстати, я вот все вот хотел спросить у тебя, а почему ты Ника не рассматриваешь как потенциального жениха? Ты ему нравишься. А я Женечка многим нравлюсь. Несомненно. С такой внешностью ты за неделю можешь кого угодно до ЗАГСа довести. Да. Но ведь еще нужны мозги. Ладно, ладно. Шучу. Ну что, у них хорошая партия. Квартира, имя, загородный дом. К тому же может увекаясь в себе о своих картинах. А пьяницы наркоманы недолго живут. И в итоге ты получишь все авторские права. А я тебе в этом помогу. Спасибо за заботу. Всегда пожалуйста. Я подумаю. Подумай. А ты знаешь, я вообще не ожидал, что ты позвонишь. Пропала совсем. Ну, знаешь, мог бы и сам как-то проявиться. Или желания не было. Кстати, сегодня у моих знакомых квартирничек намечается. Не желаешь сходить? Представляю, куча немытых хит-пи терзают гитары. Нет, ну это конечно на любителя. Но народ там классный. Художники, музыканты. Было бы классно, если бы ты со мной пошла, а? Не знаю. Ну пожалуйста, Свет. Ну ладно, давай сходим. Клево. Женя. Я не знаю, какого черта тебе это нужно, но я согласилась пойти с Ником на квартирник. Да ты что? Угу. Солнышко мое, ну ради такого дела я даже тебе могу предоставить завтра отгул. Спасибо. Альбина Семеновна, здравствуйте. Я Женя. Мы разве знакомы? А вы меня не помните? Я пару раз приходил с Ником. Мы с ним уж у Повалых познакомились. Созваняли, встречались. Вот жалко конечно, что с Петром Сергеевичем и Анной Валерьевной такое произошло. Да это очень печально. Что тебе нужно? В общем, Ник просто взял у меня две видеокассеты, они не мои. Ника нет дома. Он обещал вечером быть дома и попросил заехать. Я вот приехал специально. Ник сказал, значит будет. Заходи. Спасибо. Подожди там. Извините, а водички можно попить? В чайнике. Давайте я вам помогу. Вчера по Петру Сергеевичу сорок дней было. Да, хороший был мужик. Жалко. Я на похоронах чуть не расплакался. Ты был на похоронах? Да, но недолго. Не смог смотреть на все это. А я не пошла. Может это и хорошо. Это зрелище не из приятных. А я должна была об вас не проститься. Давай помянем его. Давайте. Давай. Привет. Привет. Ну как там? Нормально. Ужин приготовила, котлеты пожарила. Звучит соблазнительно. Да ладно. Они подгорели. Обожаю горелое. Так, ну ты чего? Я ж сказал, все нормально. Обвинение сняли. Не в этом дело, Егор. Мамино колье украли. Кто? Я их из-под земли достану. Знаю, что достанешь. Именно это меня и пугает. Ладно, пойдем в дом. Если бы Петя был чуть посмелее, все могло бы сложиться иначе. В каком смысле посмелей? Ну, ты понимаешь, он просто отдержался за свою эту Анюту. Я, конечно, все понимаю. Дочь, семья, жена. Ну, понимаешь, но у меня тоже есть сын. А я была готова к перемирам. Я была готова. А он… А он… А он… А он… Умер. 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 Извините, я что-то в последнее время нервная. Альбина Семеновна, давайте еще по одной, и я поеду. Поздно уже. Егор, скажи мне правду, что тебя связывает с этим Юрием или как его там? Я ему дом строю. Ладно. Егор, я тебя очень люблю, ты это знаешь. Я готова ради тебя на многое, но жить с человеком, который может убить, я не смогу, прости. Я просто не смогу с тобой жить. Да-то я никого не убивал. У меня вообще оружия нет, мне этот пистолет подбросили. Я просто строю дом Юрию Дмитриевичу, отрабатываю долг, понимаешь? А я просто не могу тебе поверить. Как мне тебя еще убедить, что я не связан с криминалом? Да этот, да этот Юрий, он же бандит. Неужели ты не видишь? Хозяин банды. Юрий нормальный мужик. Он мне не нравится. Хорошо. Чего ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты сказала ему, что отказываешься на него работать. А долг? Ты представляешь, сколько я ему должен? Вот. Для начала отдашь. Потом найдешь работу, я пойду сейчас на стажировку, денег найдем. Так, не дури, а? Пожалуйста. Спрячь. Я поговорю с ним. При первой же возможности. Обещаю. Ладно. Что-то я, по-моему, засыпаю. Давайте, может быть, я сам посмотрю свои видеокассеты и пойду уже. Альбина Семеновна, я там ничего не нашел. Я поеду. Альбина Семеновна. Альбина Семеновна. Альбина Семеновна. О, что? Я помнись. У-у-у-у! КОНЕЦ Но постаньте со мной, будет у лёд, пожалуйста! Мести, пять секунд! Ну, мне без тебя будет вкусно, пожалуйста! Да подожди, говори. Подожди, сейчас. Свет, Свет. Ой, Ник, я пошла. Чего? А что мне здесь делать? Подожди, сейчас еще одна группа будет. Ну, слушай, сам свою девушку. Подожди, Света, пожалуйста. Подожди, Света. Что? Я давно хотел тебе сказать. Ну, что? Я… По-моему, ты хочешь только нажраться, и все. Ну, да. Да, и нет. Я просто боялся, понимаешь? Ну, я ж тебя жду! Да отвали! Пошел ты! Знаешь, я давно хотел тебе сказать. Я… Я люблю тебя. Давно люблю. Лучше тебя никого нет! А почему ты не звонил? Я думал, у тебя кто-то есть. Так отбил бы. Слушай, а давай по ночному городу погуляем? Я устала. А я тебя на руках понесу. Ну, ты что? Сумасшедший! Тебя обожаю. Ты сходишь меня с ума. Я хочу. Ай, ты что ж ты, мам, свою разбудишь? Да не бойся, она не кишет. Ой, а что это у вас тут протекает? Черт! Опять она в ванной заснула! Мама! Вот блин! Я все ноги могла… Мама! Кась, что случилось? Вы Еременко? В крови была обнаружена снотворная. С высокой степенью алкоголя. Судя по всему, это самоубийство. Самоубийство? Ну, я не знаю. Мама, у нее было нормальное настроение, когда я уходил. Она в гости собиралась. У нее уже были попытки. Иногда приступы депрессии бывают внезапными. Их нельзя предугадать. Мои соболезнования. Ник, держись. Я не хочу. Я не хочу, чтобы ты уходила. Останься, слышишь? Останься. 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 Ник, держись. Юрий Дмитриевич, смотрите. Вот это вот в южную ванную, а это в северную. Илья, но я же не дизайнер. Так что занимайся этим уже сама. И потом я тебе в этом опросе полностью доверяю. Здорово, Егор. Здрасте. Ну, я пойду. Давай. Ну, как дела? Да нормально. Вот, в южной ванной полы залил. А ты молодец. Не подвел меня. Анзора уже нет. Порт под нами. Грамотно сработано. Да не я его завалил. Мы пообщались. Он обещал все разрулить. Я уехал. А кто я в результате грохнул, я не в курсе. Слушай, ящер, я по братве пробью. Через час. Знаем, кто ты сделал. Ну, пробей, пробей. Да не парься ты. Одним разом больше, одним меньше. А ты лучинку возьми, сходи куда-нибудь посиди. Я же вижу, каким она на тебя глазом смотрит. Давай, Егор, давай. Все, давайте идите. Слушай, Маш, сходим куда-нибудь погуляем. Заканчивай. Обед пошли. Заеду уже. Юрий Дмитриевич надо умер. Да? Обижаешь. Просто я сам давно хотел тебе это предложить. Ну как? Согласна? Да. Ну, я пойду переоденусь. Я готов? Ну, поехали. А где бригадир? Все на обеде. А я и сказал, беги. Финна, останови. Париж, подожди. Ты! Сиди здесь. Ты думаешь, Анзора заказал и все? Нет, проблема не в Анзоре. Проблема в тебе. Вот где ты у меня сидишь, Ящер. Следующим после тебя буду я. А кишка у тебя не тонка? А это мы сейчас посмотрим. Кровью лоишься. Мирич, ну ты как? Шершавый. Один на такое не пошел бы. Сейчас… Твои мамочки. Другие подвалят. Ты увози девчонку. Саня! Саня, подожди! Чего? Чего? Скажи, ты не знаешь же тебя, Егор? Не знаю. Точно не знаешь? Да точно не знаю! Ладно. Ты должен занять мое место. Так надо. Юрий Дмитриевич, да вы что? Да кто я такой, чтобы… Не перебивай, боксер. Ты на зоне грамотно себя вел. Пацаны тебя уважают. И к тому же я… Я тебе полностью доверяю. Ты должен защитить Инну. На нее тоже могут покушаться, чтобы отомстить мне. Она не знает. Она моя дочь. Это Шульц. Он ведет тебя в курс дела. Он мой адвокат. Теперь и твой тоже. Запомни. Ты мне должен. Ты мне слово дал. Все понятно? Да. Иди. Ну, я… Нам надо поговорить. У тебя все получится. А я не хочу всю свою жизнь прожить инвалидом. Ну, что там Юрий Дмитриевич? А… Он… Умер. И… Я уверен… Он хотел бы, чтоб ты знала. Он… В общем… Он твой отец. Игорь, он так — Геннадий. Он. Он sewer. Он твой ног. Он оставил г sanitонок. Он этель или Somebody… Он уpicил. Он видел頭less из этих дней, что они… Point. Пап, я тебя не понимаю. Проблема решилась сама собой. Ты думаешь, я в это поверю? Сначала катастрофа с Петром, теперь Альбина. Ты был у нее? Был. Просто поговорил. Теперь ты, по крайней мере, знаешь, что я способен решать серьезные проблемы. Я это вижу. Я принял решение. Я перевожу часть бизнеса в Америку. Пап, зачем? Ведь здесь огромный рынок. Ты останешься здесь. И возглавишь фирму. А. Я не хочу тебя видеть. Пап, ну я хотел как лучше. У тебя было открыто. Ты чего? Ты где был? Я же, я же волновалась. А? А? Что ты молчишь? Ты же разговаривал с Юрием? Да. Юрий Дмитриевич погиб. Ой. И я должен занять его место. При такой профессии близким людям может угрожать опасность. А я не хочу, чтобы ты пострадала. Но… Нам лучше расстаться. Нет. Егор, нет. Можно же уйти. Да? Можно уехать в другую страну. Мы тебя спрячем. Та-то все не так просто. У Юрии осталась дочь. А? Ее тоже могут убить. Я дал слово ее защищать. И я решил на ней жениться. Пойми, это единственная возможность постоянно находиться рядом с ней. Но ведь это же подло. Пам-па-рам-пам-пам-пам-пам-пра-пам-пара-пай-рам. Ой, вообще я такое не хотела. Но Ник сказал, что я в нем вообще супер. Супер. Да? Что, правда? Правда. Кстати, а ты в чем будешь? Не знаю. Одену что-нибудь. Наверное. Так. На моей свадьбе ты должна быть просто в офигенном вечернем платье. Я возьму у Ника марки. О! И мы с тобой пойдем в валютный магаз. Не надо мне ничего, Свет. Не надо себя заживо хоронить. Давай. Ты меня, конечно, извини, но выглядишь ты ужасно. Ты вообще хоть что-нибудь ешь? Что-то не хочется даже есть. Может, тебе к врачу сходить? Ты же сама психолог. Должна понимать, что депрессия – вещь очень серьезная. Ай, Света, это лекарствами не лечится. Может, со временем, конечно, и пройдет. Ай, все люди как люди, а я такая красивая. Все. Теперь все для меня закончено. Юрий Дмитриевич, я не понимала, почему меня так опекает. Почему мне не сказала? Берег тебя. Ну, и… Ну, чего это расписано? Ну-ка, быстро подумал о чём-нибудь хорошем. Чего тебе сейчас хочется? Мороженого. Какого? Клубничного. Ну, отлично. Значит, будет тебе мороженое. Привет. Я пройду. Я… Я тут кое-что привез тебе. Ах, вот. Самое главное. Антидепрессанты. Их вся Америка принимает. Папа прислал. Мне не надо. Надо. Перестань себя жалеть. Надо начать жить. Тебе это поможет. Пока. Очень вкусно. Где ты такое купил? Завтра ещё привезу. Ладно. Поехали. Веди себя хорошо. Тебе на меня наплевать, да? Нет. Ну, конечно, нет. Я тебе не нравлюсь. Перестань. Ты красивая. Это правда. Так ты докажи это. Слушай, а где твой водила, Шуруп? Заболел. А ты не узнал, кто Анзора завалил? Анзора конкуренты заказали. А исполнитель всё это время был рядом с тобой. А это? У тебя откуда? Связи. После ящера в наследство достались. Найди Шурупа. Приведи ко мне. Ладно, боксёр. Считай, что этот косяк мы с тебя снимаем. Я без претензий. Говорят, ты в легальный бизнес переходишь. Ну, да. Только пару старых дел доделать осталось. Пацанов с собой подтяну. Так что я надеюсь, к нам предъяв не будет. Ты ж меня знаешь. Слушай, Рев, ты ж не глупый человек. Не надоело себе? Времена меняются. Криминал скоро из моды выйдет. А я за модой не гонюсь. Ну, чё, думаешь, поскочим? Должны. А Рев слово держит. Ладно, время покажет. Поехали. Поехали. Ну, вот. Таблетки действительно помогли. Ну, я же говорил. Да. Я хоть выспалась. Спать — это хорошо. Да. Света мне всё рассказала. В общем, я поговорил с тем ювелиром, и он мне любезно за энную сумму указал на покупателя. И что? Двойная цена сыграла свою роль. Можно? Конечно. Жень, купить меня хочешь, что ли? Не надо. Тата, я тебя умоляю. Не надо. Я чувствую себя виноватым. И нашёл способ, как всё исправить. Держи, это твоё. Тем более тебе сейчас нужны только положительные эмоции. Жень, я не могу это взять. Как не можешь? Так. Тата, сколько мы лет знакомы уже? Я не знаю, это просто… Это дурацкие принципы. Жень, давай мы с тобой договоримся так, хорошо? Это колье будет у тебя. Пока. А потом, когда я накоплю денег, много, я… Хорошо, я понял. Я понял. Только давай хотя бы в кино пойдём. Договорились. А неплохой фильм. Да, неплохой. Хотя мне больше нравится Бергман, но это моё мнение. Кстати, ты заметила, в фильме она вышла замуж за друга Дес. Да, заметила. Женя, мне кажется, мы приходим к тому, с чего начали. А это тупик. Я тебе уже об этом говорила. Да, но есть ещё метод спирали, когда отношения выходят на новый виток. Ого! Посмотри, сколько уток! Ой! Ути! Да! Тата! Выходи за меня. Ты знаешь, уже меня намного лучше. Я хочу, чтоб ты стал моей женой. Женя! Женя, ты хороший человек, замечательный друг, прекрасный, но… Пожалуйста, встань медленно. Я не давлю. Я не давлю на тебя. Но мне кажется, если мы будем вместе, ты будешь счастлив. Нет! Тата, подожди! Могла бы уже и согласиться. Свет! Но я ж его не люблю! Ты думаешь, я Аника люблю? Так если всю жизнь ждать принца на белом коне, так можно и вообще замуж не выйти. А Женька, он фартовый. Готовый. Свет! Ну, ну как? Можно не любить человека и жить с ним. Это ж нужно в глаза ему смотреть. Улыбаться надо. В постель ложиться надо. Так ты попробуй, может тебе еще понравится. Знаешь что? Да нормально у вас все будет. Ну, по крайней мере, не хуже, чем у всех. И Егору своему покажешь, что счастлива. А он пусть потом локти кусает с этой своей кикиморой. Давай. Кстати, хороший венчик. Этот день вы запомните не только как день вашего официального вступления в брак. Этот день – начало новой жизни, где вы будете идти всегда вместе. Вместе будете помогать друг другу, делать жизнь друг друга счастливее. И знак верности своих чувств, я попрошу вас обменяться кольцами. Свидетели, подойдите, пожалуйста. Держи. Подождите, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Женя, мне кажется, я что-то делаю не так. Теперь ты всегда будешь счастлив. Я тебе это обещаю. Них, букет. Ты что, ставь букет, давай. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...